Девушки отдыхают 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 В каждом городе наезды бандитские Очень часто приходилось с бандитами драться Отбивать деньги эти Потому что я иногда приезжал весь с разбитыми кулаками С разбитым лицом, но с деньгами Я думаю, что сейчас самое время как раз пригласить Барри Каримовича сюда и напомнить ему, спросить, где бабки, где слава и вообще о чем идет речь Барри Алибасов, мы не по сельским клубам работаем Если ты считаешь, что стадион, если ты считаешь, что стадион 70 тысяч на открытие Олимпиады в Пекине, это сельский клуб, то тогда да Потом совсем недавно наши гастроли прошли по Европе лучший зал Монте Капуто на Кипре, в котором, кстати, проходил фестиваль Евровидения Мы работали в этом зале Вас спрашивают, где деньги? Миллион в студию Где деньги? На самом деле Мне кажется, вам лучше поддерживать сейчас версию про сельский клуб, чтобы ему ничего не давать Реальная ситуация была совершенно иной, чем рассказывает этот мерзавец Было это в городе Кирове Я буду уходить Я хочу быть Валерием Юриным Я суперзвезда Я его уговаривал два часа Зачем тебе это нужно? Работаешь, работай Нет, я ухожу Я сделал благородный шаг Я говорю, хорошо, ради того, чтобы ты не умер, как собака на дороге где-то Я отдаю тебе название на 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 год 30% твои 70% коллектив У меня никогда не было никаких разногласий Ни творческих, ни финансовых с группой на на Потому что у нас с самого начала были простые условия 30% получаю я 30% получает коллектив 40% на содержание группы И деньгами всегда заведовал политов Я ему говорю Вот ответ Я ему говорю Валера, на год даю тебе название на на Можешь есть То есть Юрий нам должен деньги, я сейчас понимаю Более чем Я отнимал у него деньги с пулеметчиками и с автоматчиками Он прятался, поехал косить Прошел год После этой даты он начал косить под на на И до сегодняшнего дня поет под фанеру фаина По литовским голосам Вранье Вранье Вчера он говорит моему знакомому одному Знаешь, говорит, звонит Алибасов Он через два года умирает Через два года умирает Сейчас ему некому оставить группу на на Позвонил мне Передает мне и название на на И группу целиком Я вот не знаю, брать или не брать Во-первых, это было прошлым летом Он говорит, слушай, что делать? Мне же через два года умирать Надо в надежные руки отдавать Ты можешь взять мой коллектив? Это же на десятилетие вперед Забирай Я понял, что что-то здесь не то Опять дурил Думаю, опять он меня надурит Я говорю, Барь, нет, это твое, занимайся Я понимаю, что первым уходит Юлин Потом уходит Левкин И это как-то подкостило все-таки Триумф группы Ну, с Левкиным, к сожалению, очень тяжелая история произошла Дело в том, что у меня простое правило Которое существует в любом бизнесе И которое сформировано еще в 17-18 веках У моряков Не должно быть женщины там, где работают мужчины Сегодня любой бизнесмен знает Что недопустимые интимные отношения внутри коллектива В принципе, для этого есть Было всегда время После концерта до двух часов ночи Выбор огромный Залы огромные В два часа проходит охрана по номерам гостиницы И всех выкидывает из гостиницы Вот и все Артист может быть востребован только тогда Когда он Холост И любой потенциальный зритель Особенно если это Девочки, женщины Они должны В своих фантазиях В своих иллюзиях Видеть его Рядом с собой Таланта не хватает тогда, конечно А если таланты есть То совсем не страшно иметь жену и детей Знаете Вы знаете На самом деле Сцена Это Символ И поэтому На сцене Все должны Воплощать Некие мечты И фантазии Кому ушел лёгкий, скажите Реальность, которая Пришла девочка Танцовщица Я сразу же сказал Что она Безусловно Пришла не на сцену Она сказала Я так люблю сцену Я приехал из Грузии Похоже Это же давайте скажем Это бывшая Старистка группы Хай-фай Правильно, Оксана? Нет, это бывшая Танцовщица группы Нана Понятно Ну и короче говоря Лёгкий сказал Что она стихи пишет Я понял Что крыша поехала Все Я его предупредил Что она будет уволена Лёгкий вдруг Мне заявляет После 10 лет работы Я тоже уволюсь Конечно, он не уволился Полтора года Он нас мучил Потому что Дошло дело до того Что она ушла работать Танцовщицей К Губину Андрею И как-то Андрей Приезжает С гастролей из Питера И говорит Мне Неудобно Перед вами, Барик Каримович Но стыдно Перед своим коллективом Потому что Лёгкий Приехал на гастроли Завязывать ей Шнурки И одевать тапочки И в этот момент Лёгкий не выехал На гастроли С группой И так Да, он такой Лёвкин такой Он действительно завязывает Вот теперь он мне Завязывает шнурки Приносит тапочки Лёвкин Настоящий мужчина Прекрасный Мужик Барик Каримович Спасибо, что воспитали И хочу вам сказать Всё-таки Карабас-Барабас Альбасов Гений Вырастил из Лёвкина Профессионала сцены Он до сих пор Кормит семью И содержит Такую капризную жену Как я Я должен сказать Что Лёвкину Действительно повезло Потому что Вы у него появились На самом деле Ситуация была Очень тяжёлой Совершенно очевидно Девочка приехала В Москву Для того, чтобы Влиться в элиту Прописаться Об этом мне уже говорил И Дима Маликов И Андрюша Губин Когда Лёвкин уходил Ну стало понятно Мы все правы встану Правильно сейчас Я Лёвкину решил Подарить квартиру Мы с Лидой Шукшиной С Махмудом С Махмудом И с Амбаевым И с Юрином Год добивались И с Юрином И с Юрином Вместе Год добивались Почему вас вычеркнули Скажите Я не знаю Мы год добивались Этой квартиры А квартира В новом доме На Старом Арбате Которая построена Для актеров театра Союзом театральных деятелей Мы сейчас ее пытаемся Отсудить у Оксаны Что? Лёвкин пытается Ее сейчас отсудить у Оксаны Не волнуйтесь Справедливость восторжествует Все уладит Ну 80 метров квартира Старый Арбат Центр Я ему эту квартиру подарил Когда он ушел Вот в этом доме Вот этот дом Сегодня эта квартира Стоит как минимум 5 миллионов долларов Я ему подарил С одним условием Что Лёвкин К тому времени Уже был женат У него была дочь Я ему сказал Я тебе отдам Эту квартиру Бесплатно Подарок За то что ты сделал Для группы Нана При одном условии Я пропишу там Твою дочь Чтобы эта квартира Не могла достаться Этой проходимке Дочери от другого Брака Первого брака Да Вот Первая жена и дочь Лёвкин к тому времени Это вот ребята расскажут Абсолютно изменился Для меня совершенно очевидно Была такая журналистка Снежинская Которая рассказала Что они ходили В какой-то приворотный центр Покупали какую-то гадость И было совершенно очевидно Что Лёвкин Радикально Психофизически Изменялся Всякий раз Когда с ним была Эта Оксана Она явно ему что-то Подливала Травила Мы прошли 5 Ведущих Академий Медицинских В Москве Чтобы понять Что у него выпали Все волосы Это было еще задолго До того Как он заболел Ликемией Алена Снежинская Вы работали тогда Пресс-секретарем В группе Да Совершенно верно К вашему несчастью Я не была Есть и буду Вот А по поводу этих Каких-то Я понимаю Что у вас фантазии Всегда очень хорошо было Это ты мне сама Рассказывала Я ничего такого Не говорила Насчет того Что я куда-то ходила С Оксаной Кого-то привораживала Упаси Боже Я наоборот Всегда говорила И Володе Ты рассказывала о том Что ты с ней ходила В приворотный центр Я никуда не могла ходить По той простой причине Что я эти вещи Вообще даже не воспринимаю Как факт И в эти вещи не верю Вот А что касается Его болезни То она развивалась По-моему Все-таки Насколько мне память Не изменяет Как раз таки В тот период Точнее началась А потом она прогрессировала И в этот момент Оксана решила Сделать то Что она сделала Бросить человека Полубольного Без квартиры Оставить без денег И вот в общем-то Расходный материал В который превратилась Группа Нана Лучший ее состав Никто почему-то Никого рядом не было И судьба Левкина В этот момент Никого не заботила Ну вот Тем не менее Левкин ушел Я ему подарил квартиру Мне кажется Что о привороте Это наверное сильно сказано Вот то что мне Володя рассказывал Он просто влюбился Он вообще влюбчивый И он сказал Что Оксана Просто была прекрасной любовницей Вот он на нее и повелся Нет, я совершенно не согласен Я Поверьте мне Через меня Прошли десятки тысяч людей Этимопей Ну с ней вдруг Останная Вы с ней работали долго Может быть действительно Это сейчас такая причина Оправдаться За уход артиста Какие-то двойные стандарты Барик Какие-то двойные стандарты Мы говорим о морально-нравственных Оценках Поступков этой девушки А по поводу Холостой жизни Ваших артистов Вы запутались в женах Одного только Левкина Уже не говоря о том Что вообще-то рыба гниет с головы И что происходит Что происходит с коллективом В этом виноват в первую очередь Начальник Я согласен Что рыба гниет с головы Поэтому не надо было Этой головой Есть То, что несъедобно Вот и все У меня как раз все в порядке И с личной жизнью И у нас Из оставшихся четырех артистов Не менее прекрасного Личной жизни тоже И заболел А вы даже и не помогли ему Когда он заболел Да Мы не смогли его вытащить Из того состояния Но мы его бегали и искали Мы не пиарили это Более того Я всегда говорил о том Что не нужно Рассказывать о наших отношениях С Левкиным Который ушел из группы Уже там лет шесть Работал в группе Кеды Никто к нему в больницу не пришел Кроме ребят из группы Нана Обратите внимание Десять лет прошло А я с артистами Потому что я знаю Как сейчас расстаются с артистами Отнимают у них все Голос Фонограммы Костюмы Даже лицо Даже фамилию отнимают А я артистам отдавал все Когда они уходили Включая репертуар И до сегодняшнего дня Они поют у меня никаких претензий Нет к тому Что они владеют Моей собственностью Юля А для тебя Откровение сегодня Что вот так складывается Судьба за кадром артистов Я честно говоря Вообще не приветствую Тех артистов Которые после ухода Пытаются как-то облить грязью Тех людей Которые в общем-то Их породили И в этом случае Я не могу сказать Что продюсер Должен был приходить в больницу В принципе он не член семьи Это его желание Это его Человеческие некие качества Взять и помочь в трудную минуту К сожалению Таких людей у нас Ну такое маленькое количество Боюсь что даже одной руки не хватит Поэтому Извини Юля Что у Володи Об этом говорит дома Его часто спрашивают Об этом Задают именно этот вопрос Вот как Барри Каримович себя вел Он говорит Если женщина Бухгалтер Будет ли весь коллектив Включая Главного бухгалтера И генерального директора Ходить к ней Если она заболела Гриппом Приносить лекарства Нет У нас тоже был Трудовой коллектив Он начальник Считайте что я был там Например Бухгалтер Он главный бухгалтер Почему он должен мне Приносить пилюли У него были на тот момент Жены, дети К ним наверное есть претензии Когда он сейчас Болеет Слава богу Это ОРВИ Не более того Я конечно о нем заботюсь Но я согласна Юля Что это только члены семьи Должны делаться Правда И конечно для меня Было откровением Что бывает такое Когда продюсер Дарит своему артисту Еще и какой-то подарок После ухода И об этом молчит Правда Для меня это открытие И я думаю Что это достойно уважения Вне зависимости от того Как у вас складывались В дальнейшем отношения Могут быть некие обиды Могут быть какие-то Какие-то Препятствия Которые не дают Мы не только ходили Ребята ходили в больницу Я ходил в больницу Я разговаривал с профессором Более того Счет По которому Поступали деньги На лечение Левкина Был организован Мной Но я еще раз говорю Его спасла любовь По всей видимости Я не знаю Любовь всегда спасает Мне кажется Давайте мы сейчас Привемся на короткую рекламную паузу А далее в нашей программе Как получилось Что солист группы На-на Владимир Политов Стал отцом-одиночкой После рекламы Он расскажет все сам В эфире пусть говорят Сегодня вся правда О личной жизни солистов Группы На-на Этот шлягер стал визитной карточкой Группы На-на Группа возникла 20 лет назад И стала оглушительно популярной Даже будущая Светская львица Ксюша Собчак В 15-летнем возрасте Не пропускала Ни одного Выступления на найцев Рвут нас Разные части Костюмы Нас щепят синяки От их Эмоций Сегодня солистам На-на уже по 40 Но как и 20 лет назад По воле продюсера У них нет права На личную жизнь Поклонницы должны считать Своих кумиров Колостяками Вечные колостяки На сцене Как сложились их судьбы? Где должно быть На полуге Ни одной женщины Это старая Проверенная Матросская Ильсина И проверенная На группе На-на Когда-то он был Героем Целого поколения Девичьих грез О нем слагали легенды Сегодня он готов Рассказать всю правду О своей жизни И раскрыть секрет Почему он сегодня Воспитывает Дочь 1 Владимир Политов Встречаем его Здравствуйте Вот я слушаю Что здесь гонят Из зала Зачем Зачем ты его Обнимаешь Это мой друг Не, ну ты главный Друг По условиям контракта Вы все Холостяки Но судя по Рассказам из жизни Да И Оксана была В вашей кровати И французской актрисой На начальном этапе Был контракт Да Был контракт Причем контракт Очень грамотный И с точки зрения Финансовых отношений И с точки зрения Ответственности Друг перед другом Работодателя И нас У нас в контракте Даже венерические заболевания Считались Производственной травмой И оплачивались И оплачивались За счет коллектива Давайте посмотрим На экран Внимание Почему ты плачешь? Даже автограф Не дает Володя Политова Ты его очень любишь? Да Почему? Почему ты не дал Автограф этой девочке? Представляешь Каждый день Каждый день приходит И просит автограф А тогда у нас было По пять концертов в день Еще по пять раз в день Это ребенок От этой же девушки Обижаешь Да В те времена Тогда очень много Звонков было Со всей страны Я родила от Левкина Я родила от Юрина Я родила от Политова И мы не знали Куда этих детей девать Дело в том Что на самом деле Как бы у нас даже связи Мы их Одна девушка Досаждала Министерство культуры И прокуратуру Тем что Политов Оставил ей ребенка При этом в тот момент Когда это произошло Он украл у нее Четыре рулона Линолеума Несколько кубометров Плитки Хотя Ту дату Которую она указала Мы предоставили справку Что мы были на гастролях В Израиле А она из Бийска Все равно Нам прокуратура говорила Люди пишут Мы должны реагировать Барри Каримович Я понимаю Что свадьба Политова Прошла под вашим Чутким вниманием Дело в том Что моя свадьба Прошла не только Без внимания И без чуткого Руководства Барри Алибасова Даже родители жены Не знали о том Что мы расписались Это девушка Это не свадьба Ну Да Если родители Не знали про свадьбу Итак Расскажите историю Как вы познакомились Мы познакомились В Москве Она москвичка В принципе Брак был фиктивным Когда Мы какое-то время встречались У меня на тот момент Не было не то чтобы Прописки московской Даже не было Российского паспорта Поскольку я приехал Из Риги в Москву Я потерял все документы Зато у меня было Три загранпаспорта И она мне По доброте душевной Предложила сделать Фиктивный брак Чтобы сделать мне прописку И российский паспорт Вот Когда мы расписались И потом уже Потом уже Вот эти наши отношения Переросли в нечто Больше чем фиктивный Вот У нас У нас была Прекрасная семья У нас родилась Дочь Причем запланированный Ребенок Вот И все было Очень хорошо На протяжении Десяти лет Десяти лет Ничего я этого Не знал И И более того Я скажу Что вот Те семьи Которые О существовании Которых Я не имел представления Они существовали Ну удачно Неудачно Вова развелся Ну тем не менее Вова развелся И сейчас воспитывает Ребенка один На самом деле Я развелся Давно И мы наверное В разводе Даже прожили Еще пять лет Вот В гражданском браке Поскольку Вот этот штамп Ну вот так вот Мы воспринимаем Этот мир Штамп он ничего не значит Главное отношение Как вы распределяете Обязанности Какое-то время Она с вами Какое-то время С мамой Или как Это не мы распределяем Это она распределяет Она распределяет Да Мама живет в Индии Бабушка в Финляндии Он в Москве И она сама Куда хочет Туда и едет Учиться Я вообще не понимаю Я у него спрашиваю Как же она учится Три месяца в Индии Три месяца в России Три месяца в Финляндии Бедный ребенок В Индии она с октября По марту Но сегодня Она захотела Быть в нашей студии И участвовать В нашей программе Поэтому встречаем Алену Политову Сегодня она даст Своё первое Телевизионное интервью Привет Нет Скажи мне Ну ты знаешь Где и кем работает Где у тебя папа Да Как тебе его профессия Мне нравится Но Короче мне нравится А кто такой Барри Алибасов Ты знаешь Это Продюсер Мой друг А сколько тебе лет Мне Да Восемь с половиной В Индии тебе нравится В Индии нравится Там хотя бы Учат лучше Не ну мы там Во втором Классе Проходим Про Генриха Восьмого В Индии Да Слушай Судя по фильму Миллионеру Они даже не знают Трёх мушкетёров Одной прядкой волос Я чуть-чуть Совсем отрезала А она мне Все волосы Теперь ты поняла Что такое женская дружба Да Володя Ну вы за скольки лет Сейчас вам сколько Мне 38 38 Ну вы ещё сколько В группе Планируете так Ну сколько Ну 20 лет отработал Я думаю что На второй срок пойду Ещё 20 Бухгалтер Он бухгалтер Спасибо Нет ну просто Здесь мне сказали Уже молодая смена Подрастающая Которая готова заменить Вот вам не Скажем Так Они подрастающиеся Но что-то Последнее время Ломаются Слишком часто Вот один Серёга Григорьев Он у нас За Короткий Период работы В группе Умудрился уже Третий раз Сломать ногу На одной песне Случилось На сцене Это производственная Трампа у меня была Меня со сцены Прям На руках Уносили Но если венерические Заболевания оплачиваются Эти травмы Тоже надеюсь Входят Конечно На 500 костылей Только купили Каждый день костыли Спасибо Барри Каримовичу Вчера и сегодня На костыли 300 долларов ушло Да Вот расход Ну или вам тоже Может уже пора Предложить Володю Сказать Володя уже пора На пенсию Давай Как-то Нет Володя с нами И останется с нами Так что пусть Выходит на второй срок Между прочим Я вместо повара Сейчас ещё подрабатываю Нет Без лову никак нельзя На самом деле Готовит Есть Угалтера Не отдадим Ну хочу сказать Что в группе Был воспитан Ещё один ребёнок Это Барри Алибасов Младший Он сегодня тоже У нас в гостях Добрый вечер Добрый вечер Вообще Вот ты рассказываешь Друзьям, знакомым Кто твой папа И чем он занимается Да в принципе Друзья и знакомые знали Потому что я с детства Получал по морде Неоднократно Получил стрясение мозга И все меня в школе били И мочили за то Что я сын Барри Алибасов Нет, другие Из-за тебя, папа Так и началась Школа жизни Давайте посмотрим На вашу маму А не обидно Что они не живут Сейчас вместе Папа с мамой Не живут ещё С тех времён Когда Я был очень маленький Всё как бы было нормально Потому что я всегда знал Что у меня есть папа Что у меня клёвые шмотки Которые папа привозит И всё было замечательно Хотя мы жили раздельно А так как Мама меня очень сильно любила Я, наверное, 95% 99% времени проводил с мамой И я считал шаблонным И стандартом Что вот Когда папа далеко Её показывают по телевизору А мама рядом И занимается воспитанием Это абсолютно нормально И очень кайфово И счастливо Ну я знаю, что в коллективе Есть ещё одна любимая женщина И актриса И накануне программы Вы встречались с ней Да, Мария Каримович? Да Давайте посмотрим на экран Лидия Федосеева-Шукшина Внимание Он мне стал показывать Свои плёнки Из интеграла И я когда увидела Барри Я не знала, что это Барри Я говорила Что-то он какой-то страшненький Как обезьян Это я Первый день знакомства Значит, уже нахамилась У нас замечательные отношения Вообще Мне с Барри очень легко Мне легко с ним говорить Лидия, ты меня любила? Да А сейчас? Люблю Я люблю тебя Я тебя уважаю Это ещё И надеюсь, что это взаимно Мне нравится А что вас связывает С Лидией Федосеев-Шукшиной, Мария Каримович? Она совершенно неповторима Каждый раз встречаясь с ней Она открывает себе что-то такое Чего я раньше не видел Вот это и привлекает, на мой взгляд Мне так кажется Я всё-таки хочу воспользоваться микрофоном и сказать Я безмерно благодарна судьбе, что я в течение 20 лет наблюдаю эту талантливейшую группу Причём я видела их совсем молодыми, начинающими Я видела одержимого Барри Каримовича И эту четвёрку, которая пела шляпа Я помню, записывали, я не знаю, на шабловке этой ножкой Они делали вокруг Девчонки умирали Я ездила с ними на север Это невероятные труженики Во главе с самым их хозяином и главным человеком Почему говорю хозяин? То это совсем очень высокое для меня понятие Потому что хозяин отвечает за всё И за творчество, и за то, чтобы коллектив был молод, жив, талантлив Чтобы он был сыт, одет, обут За всё отвечает этот человек Поэтому я всего сердца хочу вас поздравить с вашим юбилеем И поблагодарить вас за ту радость, которую вы доставляли зрителям в течение 20 лет И такой группы практически больше нет Я думаю, что вы должны быть невероятно счастливы Вся команда, которая работала с ним Горько! Ура! Я бы не хотела, чтобы мои дети в такой группе танцевали Раздевались они, прям на сцене снимали брюки Всё, вы представляете, для молодёжи какой-то разворотцем настоящий Мне лично А ты бы свои дети хотел, чтобы они были в группе Нана? У меня как раз четверо пацанов И я хочу, хоть это и из моих уст звучит непривычно Или идиллично, хочу сказать, что группа Нана Как любое культовое образование Это разговор о философии Это о стиле жизни Когда ты знаешь, что если ты веришь в хорошее Хорошее материализуется А если ты веришь, как Юрин, в плохое То с тобой здороваются, скрипя зубы Вот нищие, они богатые Я не нищий, у меня миллион есть Просто он у него дома лежит Да, я вас шучу Ален, ну и прежде чем мы уйдём на рекламу Расскажи, у тебя есть любимая песня группы Нана? Ну, мне нравится очень «Шляпа» и «Фаина» На петь сможешь «Шляпу»? Нет С папой Упала шляпа, упала на пол И ветром шляпку, шляпку унесло Отсюда слякать, не надо плакать Но было горе, было и прошло все Все перемелется, родная Все перемелется, пойми Отмачься хорошая, как голая И улыбнись, и обними Давайте мы сейчас берёмся на короткую рекламную паузу Дальше в нашей программе Слава Желёбкин, как ложилась его судьба Теперь пусть говорят Сегодня и только у нас Вся правда о личной жизни солистов группы Нана Этот шлягин стал визитной карточкой группы Нана Группа возникла 20 лет назад и стала оглушительно популярной Даже будущая светская львица Ксюша Собчак в 15-летнем возрасте Не пропускала ни одного выступления Нанайцев Рвут нас разные части Костюмы нас щипят синяки От их эмоций Сегодня солистам Нана уже по 40 Но как и 20 лет назад По воле продюсера У них нет права на личную жизнь Поклонницы должны считать своих кумиров колостяками Вечные колостяки на сцене Как сложились их судьбы? Где должно быть на полуге ни одной женщины Это старая проверенная матросская Ильчина И проверенная на группе Нана Нанайцы по-прежнему поют и пляшут И во время рекламы к нам в студию Присоединился столист группы Нана Слава Желебкин Здравствуйте Слава, как вам при таком тотальном контроле Удалось скрывать свою личную жизнь От продюсера и от вас общественности? Мы не то, что скрывали Мы просто не афишировали Не говорили, что у нас дети есть Жена Потому что Барри правильно сказал Что у нас должно быть отдельно Работа отдельно Личная жизнь отдельно Вот эта фотография когда была сделана? Это все до группы Нана В 92-м году То есть когда вы пришли Барри Каримович проверил паспорт И понял, что у вас уже все семейное положение И что ты сказал? Что больше тебя не видел, не слышал? Да, 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 конечно И что? И получается, что Люба все эти годы сидит дома? Люба бедная Все эти, да Все вот фанаты Когда вот бегали, вешались Все это, конечно Она переживала В первое время было очень тяжело Вот как она? Вот вы возвращаетесь? Штуки в двери Были преследования Даже ездили девчонки на машинах Преследовали Где я живу? Вычислили по ночам И всем моим родным Маме, сестре То есть это было просто такая Прессинг такой От фанатов И, конечно, Люба не разделяла То, что я работаю в группе Нана И то, что Ну, как бы Ревновала, может быть, даже Поэтому Было сложно Период так сложно Ну, ничего Я же говорю Ну что, я думаю, сейчас Ставим за посмотреть на Любу Она сегодня у нас в студии Да Люба и Дети Ксюша и Ксюша и Данила И Данила Итак, встречаем Ксюси Бюшерек Добрый вечер Ну, расскажите Для вас, наверное, это были ужасные годы Все вот эти поклонницы Подъезды Нет, в первые пять лет было сложно Но с появлением детей Все отходит на задний план Ты их воспитываешь Ты живешь с детьми С работой Приезжает муж За ним нужно ухаживать так же, как жена Он не артист для меня Он муж А все, что происходит вне дома Меня это не касается Артист мы знаем, какой слава А какой муж? Дома хороший 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 По ходу мою По магазинам ходим На огороде вместе занимаемся И копаю даже Памперсы менял Прибанки вожусь Когда же он все успевал, Барри Каримович? Однажды Я вот Любу вижу второй раз в жизни Да Второй раз за эти годы? Мне было запрещено появляться Это единственное условие для жены Запрещено Потому что первый раз я Любу увидел Когда она пришла Славу провожать на вокзал Белорусский Я подошел и сказал Славе Если ты хочешь, чтобы ты был жив, здоров Сделай так, чтобы я ничего не знал о твоих родственниках Вот он сделал Я их вижу второй раз в жизни Правда, совсем недавно, может быть год назад Мы ехали в аэропорт и заехали за Славкой по дороге Во дворе бегал парень А мне Вовка говорит Вон Славкин сын Данил Я говорю Иди сюда, пацан Я говорю А что ты совсем не похож на папу? Подозрительно Папа, ты черный Он говорит Наверное, я мало гуляю Варикар Я помню Нет, просто Пардон Я хочу сказать, что Это уникальная просто ситуация Которую мы сейчас все наблюдаем 20 лет существования группы И нельзя сказать, что группа распалась, развалилась Она существует Она процветает Нельзя назвать ни одного человека, который бы не знал, что из себя представляет группа Нана Спросишь девочку пятилетнюю, знаешь группу Нана? Знаю Спросишь женщину в возрасте, знаешь группу Нана? Знаю Спросишь среднее поколение, ой, как мы фанатели Как мы восхищались ребятами Вот еще в чем уникальность Все правы Может быть поэтому группа и существует Может быть поэтому и существует Вы думаете существует? У нас есть продюсер Евгений Морозов, который утверждает, что группы Нана не существует Давайте поспорим Я могу сказать, что группа Нана закончила свое существование в 99-м году Это аферист, благодаря которому вся Россия сегодня, он нагадил везде, во всех, ну одни заголовки чего только стоит Там, саратовская газета, продюсер, он себя называет продюсером, продюсер из Москвы обманул зрителей Саратова, привезя левый спектакль Чикаго Весели афиши одни уже Я должен вам сказать, что Алибасов полгода назад решил продать группу Меня пригласила одна компания для того, чтобы я Имя компании Имя компании, вам известно, это имя компании Мы здесь не будем устраивать продакт-плейсмент Я скажу вам одно, что Барри, ваша группа на сегодняшний день не обладает ни авторскими правами на те песни, которые сейчас вот тут пели Не обладает ни товарным знаком, ни контрактами с артистами, которые в любую минуту могут встать и уйти Вот вам... Уголовное дело еще два... У нас существует... Почему? Есть контракты, которые подтверждают нашу работу в группе на нас сейчас, на данный момент Потому что это надо Снял кассу и исчез, и появился здесь Андрей, я что-то... Вот Валера, где ты, Валера Юрьевна? Вот ты это вот, настоящий... Александр Шалович, ну с другой стороны, какой резон приходить ему сюда и заявлять, что группы не существует? Да вы меня запутали Я с ужасом думал, что придет, сейчас будут кидаться на Алибасова, кусать его, разрывать на части, придется его защищать А у меня как бы 30-летнее знакомство с Барием Всегда были ребята вместе Вот сказали, вот на спектакли ходили, на фильмы ходили, на премьеры, на открытия, на закрытия Такая хорошая, здоровая семья И видим уже третье поколение, группы на нас Знаете, как ты можешь сказать, нет группы на нас, а это кто такие? Нет, ну как получается, что такой продюсер с таким именем уже в сединах попадается на удочку, как он говорит, эфиристов? Замечательно, сказал Борхес Мы судим людей по их поступкам, а хотим, чтобы нас судили по нашим возможностям Вот поступки Барри Алибасова Покажите мне поступок продюсера Морозова Группу, фильм, читатель, шоу Молодое поколение, Ксюша, Данила, расскажите нам ваши любимые песни папы Мне нравится песня, которую папа посвятил моей маме на день рождения Группа на-на ее поет или папа отдельно? Группа на-на Как называется? Я знала, что найду у тебя такую Боря Алибасович, вы знали, что такая диверсия у вас есть в группе? Я бы в письме, я не знал, что у него семья выписала Данила, а у тебя? Нету Нету? Не твой формат? Да Ну, я когда был маленький, раньше постоянно слушал на-на, там, смотрел кассеты всякие А сейчас как-то, ну, на другой стиль перешел А что сейчас к тебе ближе? Хип-хоп, R&B Может быть, вот это стоит папе включить тоже в репертуар? Не знаю, лучше так оставить Но, Барик Альбасович, я предлагаю, может быть, закончить эфир фирменной Фаина Фаина? Маэстро музыку! Барик Альбасович, я предлагаю вам письмо! Барик Альбасович, я предлагаю вам письмо! Барик Альбасович, вы захотите! Я желаю в группе надо достойно пережить кризис среднего возраста и оставаться вечно молодыми. На сегодня все. До свидания. Эльвира и Александр Дьяковы из Самары развелись 12 лет назад. И ровно столько же лет прожили в счастливом браке. Но до сих пор бывший муж и жена живут под одной крышей, не давая друг другу ни малейшего шанса хотя бы на мгновение обрести новое счастье. Он неадекватен, это точно. Человек бросается на меня с электрошокером. Я хочу разменяться и больше уже друг друга вообще в жизни никогда не видеть. Прожили 12 лет нормально, а 12 лет по-человечески разотести не можем. Ты как-то говорила о смерти и желала мне ее. Почему Александр и Эльвира отравляют друг другу жизнь спустя столько лет? Почему Александру до сих пор не хлопнуть дверью и оставить жену в покое? Что держит его рядом с супругой? Гордость или слабость?